Казахстанская Медиа Академия представляет Медиа Репортаж Всем привет! Это телеканал Казахстанская Медиа Академия и я и ведущая Жулыз. Сейчас мы ведем прямой репортаж с места съемок видеоклипа на песню Spinning Around от юной, но очень талантливой певицы Айгерим Ержановой. Казахстанская Медиа Академия Ваш любимый казахстанский исполнитель? Я думаю, Роза Рубаева. Российский исполнитель? Мне больше нравится Григорий Лепс. Ну и Ваш любимый зарубежный исполнитель? Зарубежный, не слушаю. Женнифер Лопес не любите? Красивая девушка, но не слушаю. Любимый казахстанский исполнитель? Ну, в принципе, я всех слушаю, наших, как бы, нашей эстрады. Люблю на Домбре песни слушать, например. Беспаева люблю, Айкона слушаю, Нуржана Керменбаева люблю. В принципе, много перечислять можно бесконечно. Супер. А российский исполнитель? Ну, в последнее время Зиверт слушаем. Также, наверное, и более, как сказать, классиков тоже любим. Могу слушать и Пугачёву, могу слушать и рэп. Супер. Ваш любимый мировой исполнитель? Если говорить о мировых звёзд, то Марун Фаев, Эд Ширена люблю, и Джей Ло могу послушать, и Бионс. То есть, как бы, знаете, у меня нету любимого исполнителя, я люблю хорошую музыку. Если мне нравится, я могу слушать всех. Ваш любимый казахстанский исполнитель? Батархан Шукенов. Любимый российский исполнитель? Варвара Висбор. Любимый мировой исполнитель? Майкл Джексон. Здравствуйте, Агирим. Сегодня ваш дебют, ваш первый видеоклип. Скажите, пожалуйста, как сильно вы волнуетесь? На самом деле, волнения как такового прям нету, потому что, когда вот мы только-только начинали снимать, рядом были друзья, которые поддерживали, когда переживать начинала, они как-то подбадривали, говорили, да, всё будет хорошо. Волнение было, когда только-только начинался процесс, а потом, когда я увидела знакомые лица, уже как-то влилась, так скажем, в процесс, уже стало легче. Агирим, скажите, пожалуйста, как вам пришла идея на эту песню? Это ваше вдохновение или вы прям искали рифмы какие-то, либо вы это переживали, может быть, в своей жизни? Песня — это основанная на реальных событиях, да, так сказать. Я была в Штатах, и у меня была близкая подруга, у которой случилась, так скажем, трагедия в семье. И мне нужно было её как-то поддерживать, и мне было вот сложно видеть её в таком состоянии. Мне как-то нужно было, так скажем, собрать себя в руки тоже, взять себя в руки. И как-то зародилась песня, то есть таковой рифмы ничего не искала. Это просто было как полив вдохновения, она всё как-то само написала всё за себя, а потом оставалось только в какие-то моменты шлифовать. Это ваши первые стихи на песню? Да. О чём эта песня? Это песня о том, что нужно отпускать то, что очень давно держите внутри. То есть у кого-то, может быть, какие-то в семье были проблемы, или у кого-то каждую жизнь терял какого-то близкого человека. В нашем случае это вот дедушка. И как бы надо отпускать всё, двигаться дальше, жизнь продолжается. Гульбахор Хасан является продюсером Айгирием. Здравствуйте, Гульбахор. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, про вашу звёздочку, про вашу, так сказать, подопечную, про её талантах. Айгирием Ержановой всего 14 лет. Она, несмотря на свой юный возраст, большую часть своей вот этой ещё короткой жизни посвятила тому, чтобы обучаться. Она с малых лет занимается музыкой. У неё не только эстрадный, у неё ещё академический вокал. Она замечательно играет на фортепиано. Может с лёгкостью играть на других музыкальных инструментах. Она с утра до вечера может слушать музыку, причём это будет музыка самого такого высокого интеллектуального толка. Что она ещё делает? Ну, прекрасно учится, знает, чего хочет. Сама пишет музыку, сама пишет слова, причём не только на русском языке. Она великолепно владеет английским, казахским языками. Супер. Вы так рассказываете, видно, как вы прям... В Бургии действительно, это такой благодатный материал. И она, если поставила цель, она к ней придёт. И я за то, чтобы её заметили не только в Казахстане, но и во всём мире. Она действительно из той когорта детей, людей, которые могут прославить нашу страну. Сюжет клипа, видеоклипа, сценарий. Вы какие-то можете свои поправки вносить? Или, может быть, свои идеи? Или вы должны чётко выполнять то, что вам говорит ваш продюсер? Изначально мы очень долго думали над идеей, сценарием клипа. То есть всё было продумано до каждой мелочи, и меня всё устраивает. А если же есть какие-то пожелания особые, то, конечно, Домир всегда про то. Кто занимался написанием сценария клипа? Вы принимали участие? Мы совещались, много раз встречались. Это был очень интересный процесс. Но весь сценарий принадлежит Домиру Тастинбекову, нашему замечательному режиссёру. Домир известен тем, что он режиссирует не только клипы, но и кинофильмы. Ему можно доверять, потому что у него изначально музыкальное образование. То есть у него мышление завязано не только на картинку, но и на содержание музыкальное. И поэтому из множества клипмейкеров для дебютного видео мы выбрали именно его. Айгирим, немного о ваших планах на будущее. Скажите, пожалуйста, это для вас уже как профессия, жизненный путь, или вы пока ещё выбираете? Нет, я считаю, что я сделала выбор ещё в самом начале своего пути, то есть с года в три-четыре. Я уже была уверена, что я буду двигаться по музыкальной дороге и то, что буду развиваться в этой сфере. И мне нравится, в принципе, всё, что происходит. Это всё переодевание, кипиш, какой-то момент. Да, весь процесс — это вообще незабываемый опыт. И я считаю, что с каждым разом я буду набираться больше и больше опыта и буду покорять всё большие сцены. А у вас раньше уже был опыт пения, может быть, на больших сценах где-то? Я пела в прошлом году в зале в Казахстан народную песню «Ахку Гершин» с большим оркестром, с большим залом, тогда ещё. Это было моё самое первое, то есть не то, что первое, это было самое большое выступление, самое первое большое выступление. И, ну, это самый такой масштабный проект, который у меня был. И немного о ваших грандиозных планах на будущее именно в Айгирим. После съёмки дебютного видео, конечно же, встанет вопрос о создании второй композиции. Потому что первая песня для такого юного ребёнка, она достаточно тяжёлая, она философского толка. Это песня, которая создаётся для вечности. Но если мы хотим, допустим, создать более лёгкий какой-то конъюнктурный вариант для того, чтобы Айгирим воспринимал не только старшее поколение, но, допустим, её ровесники, то нужно делать что-то более лайтовое. И я, конечно же, буду просить Айгирим, чтобы она написала каких-то песен весёлых, несколько штучек, чтобы был какой-то материал, по которому мы могли бы, допустим, создавать её образ более лайтовый. Но это зависит уже не от воли продюсера, а именно от творческого желания самой Айгирим. Потому что то, что внутри неё, оно и должно быть снаружи. И я уже в одном из интервью говорила, что в наших взаимоотношениях с этой певицей мы говорим, что твоё решение, оно самое, скажу вам, верное. Всё будет так, как ты захочешь в конечном счёте, потому что это её проект. Перед зрителями выступать ей самой. И какой формат будет её творчество, это вот только от неё зависит. Я могу только держать кулаки и прилагать все усилия для того, чтобы её услышал весь мир. Слава Богу, сейчас есть интернет, сейчас есть множество телеканалов, язык исполнения Айгирим английский, поэтому я думаю, она может выстрелить. Слава Богу, сейчас есть интернет. юной и очень талантливой певицы всем добра с вами была жил без казахстанская медиа академия представляет медиа репортаж